всем привет с вами подкаст ювеб дизайн сегодня 20 сентября 2016 года выпуск номер 96 всем привет время без 15 11 по челябинску и у нас есть для вас несколько громких тем раскрыта личность ника бабича javascript и ноу gs пожирают мир код ревью наши все погнали вообще кто-то внимательный слушатель может сказать отчитывать типа пацаны так поздно записывают а у нас сегодня скорее всего скорее всего опять blitz подкаст но он такой блиц что мы сейчас будем вот первую тему у нас первая тема о том что все кто не знают можно зайти к нам на сайте webdesign.ru а как все кто знают они уже заходят и уже пишут нам комментарии вот в сайт баре вы можете спокойно найти ссылку перейти по ней и это будет такая небольшой постик такая темка где вы можете оставлять комментарии свои с темами опять же темка с темами но вы понимаете да вот эту тавтологию но тем не менее вот эти темки которые вот темки вы темки будете оставлять темки мы их рассмотрим в следующем подкасте обязательно если они будут нам интересно естественно да большинство из тех которые вы нам предложили в этот раз попали в выпуск и все смотрите сами здесь кроме этого в сайт баре еще мы добавили количество комментариев вы теперь видите нет комментариев правда здесь в данный момент но они там обязательно появятся я бы надо сказать еще что мы тут крутили вертели а точнее саня я просто смотрел и знаешь такой как круто саня крутил вертел практически по локоть окунался в джаваскрипт хотел сказать но адрес и и в php еще чуть кисти обмакивал обмакивал немножко кисти да как как художник и такими мазками наваял он там аяксовых комментариев и quick tags это панелька инструментов для настоящих программистов by link вот эти все штуки чтобы можно было списочки делать и так далее простым нажатием не вписывать вручную вот эти теги бездушные html ты как-то не сказал это мощная вот юси и звук любят но это не вот и сидят и дед вот и сидят и дед было бы если бы ты когда написал слово там не знаю жопа вот так обернул бы его в бэй он бы здесь жирным прям стал а так он не пишет стронг стронг а у нас для настоящих умных пацанов кто знает что такое стронг стронг когда да у нас прям для ну попал с кульным форумом там правда бб код был здесь не бб надо еще сайл старые смайлики прикрутить и мы текканами дала колобки которые называли с ними было бы неплохо там что-то еще надо сказать еще короче нам надо кучу сказать всего что у нас во первых ссылки все в описании да обязательно смотрите ссылки в описании к видео на самом ютюбе на то есть описание разворачивается если вы нажмете еще под видео да 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 подписывайтесь обязательно кто вот первый раз сегодня нас слушает и думает это что за пацаны интересно чего они еще делают вот это и делаем на обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки потому что они увеличивают нас в ранжировании вот я здесь прямо для наших зрителей прослушатели тоже не забываю но для зрителей показывать где кнопочки еще и как раскрывать тему тут все изобилие еще кучи ссылок наш главный спонсор про которого мы еще скажем позже поэтому блин здесь здесь реально круто поэтому не забывайте что мы для вас много информации припасли я думаю можно подкаст заканчивать поэтому обойка принципе до блиц блиц тебе и все первая тема у нас с fast code design точка ком мы в принципе с него довольно часто говорим какие-то темы и в этот раз у нас не будет таких долгих дизайновых тем про x или про что-то еще потому что потому что вот такая легкая разгрузочная неделя как как какую настоящий диетологов есть разгрузочные недели вот мне друг рассказывали сам не знаю как вы диетологов но да и будущее брендинга это отсутствие брендинга вот такой вот заголовок громкий оба и вот я сейчас сразу интерактив устрою никита вот о чем ты сразу думаешь когда такой заголовок видишь мне кажется что это типа всех уже задолбали какие-то бренды то что их навязывают и сейчас наоборот будет популярна что такое хипстерская такое не брендированная такое что-то вот но хипстерская на тоже брендированная просто на типа какой-нибудь крафтовая такое все хендмейт я тоже думал ровно так как ты а здесь оказалось чуть-чуть про другое ну это даже интересно здесь нам рассказывают сначала историю о том что в принципе в 90-х было недостаток рекламы хотя казалось бы и все начали спонсировать ивенты какие-нибудь спортивные типа там кока-колы nike и так далее возможно это же одновременно наложилось с развитием каких-нибудь панелей больших диодных или чего-то еще вот вот подобных медиа дополнительных которые появились их нужно было за возможно реклама в лифтах появилась только в 90 до вот тут кока-кола то и тут как тут и людей как-то знаешь хотя быть я уверен что это было раньше 90-х но автор статьи предпочитает думать что вот в 90 людям начали навязывать не просто качественные кроссовки а именно кроссовки nike и начали придумать что вот только у nike там история в кроссовках nike там еще майкл джордан забивал там свои лучшие трехочковые и вообще у вас если вы носите nike вы носите историю вот эти вот знаешь громкие фразы да это не только у nike бы это было в принципе там пьешь кока-колу пьешь там дыхание поколений дыхание смерти или тогда смотря какой-то кока-кола black какой-нибудь кока-кола zero ну так вот и люди на самом деле с тех пор я почему-то верю что и в 70 80 было вот это что вы там покупая nike вы покупаете историю америке не в 70 80 было покупаешь лимонад ты нормальный пионер ну может быть да что-то подобное но вот стали типа с 90-х паразитировать на брендах что бренд это не просто там слова и просто качественный товар а вот какую историю ты вокруг бренда создашь так он и продастся то есть уже даже не нужно было делать качественные вещи это можно было но даже уже не обязательно важно было просто придумать прикол я меня сейчас вспоминается история я не помню кто-то нам и нас наших с тобой знакомых рассказывал и я даже догадываюсь кто что вот водку русский стандарт ее полностью покупали у компании которые занимаются брендированием и когда ее покупали там в конце 90-х или в начале за для нее уже сразу придумали как будто бы этой водки сто лет это еще там прадеды делали там туда-сюда да да что там гигантская хотя на самом деле это все вот выдумали вот с нуля выдумали типа бренд истории как значит немецкие пивоварни всякие известно причем все это любят алкоголь чтобы он был там сенс 1800 вот за да то есть люди которые делали русский стандарт тогда в 90-х они видимо понимали что того требует так скажем индустрии если у тебя водку не делали деды то хрен ее кто монастыре где-нибудь там в ухода в монастыре ректифицируете фикат это конечно смешно но да так вот и вот дескать нынче люди присытились вот этим всем дерьмом и уже так много стало разных брендов которые ничего нам не предлагают кроме культа истории и так далее кстати здесь про apple даже еще говорили конкретно но как то вот знаешь либо хорошо либо никак как будто бы вроде скользнула по apple скользнула да но не их сильно не хренососили так скажем можно знаешь немножко отклониться вот сейчас же телефоны я я замечаю просто людей которые часто покупают вот андроиды какие-нибудь и им похрену нам на бренд то есть вот что такое взять себе телефон сяоми или huawei вот что это такое это вообще не бренд это просто как ты взял пластмаску с андроидом ну у нас чуваки в чатике регулярно следят что там xiaomi нового выпускает и дескать как раз xiaomi это не бренд а просто качественные вещи ну вот хотя казалось бы что там качественного может быть но да ну вот и здесь как раз вот второй абзацу а на том что люди стали забывать что обувь или кофе они не могут жить жизнями это всего лишь обувь и кофе и оно должно быть качественными вкусными там и так далее и на самом деле чем лучше истории тем более дерьмовый кофе скорее всего зачастую ну вот например если мы говорим про starbucks есть прям целая культовая история как его основали там тоже много было вопросов и так далее но по факту кофе то там так скажем посредственность с лучшими итальянскими немецкими кофе my вообще никак не сравнится поэтому вот нужно думать и следующий пуп ход по мнению автора это сетевое мышление и что значит сетевое мышление нам говорят о том что в будущем товары будут не просто там англ бэнтс а вот просто гречка волмартовская значит great вели у них вот этот бренд в волмарте который типа у нас нету бренда но просто волмартовская гречка волмартовское молоко и тогда и но как ошан как ошан да именно и у них каждый день ваша у пятерочки есть красная цена например у перекрестка просто много у каждой вот сети есть и по свой бренд и на самом деле ты даже уже но если ты приглядишься на упаковке можно на пиво увидеть что там и по какой макачатурян делаю этот лаваш а по факту лаваши же просто там перекрестовский и так далее и в этот момент уже отсекается вот эта вот история что типа у нас там лучшие там булочки лучшие коровы там на лугах ели травку лучшую нет мы уже просто у нас качественный лаваш вы можете купить сети перекресток это не реклама сейчас не то чтобы нам x5 ритейл групп занес просто я сегодня в перекрестке был поэтому у меня он такой он в башке так вот и дескать все уйдет в командизацию так называемому же в этом подкасте кажется говорили а я до этого слышал у игоря ашманова что любой на самом деле товар он станет таким как золото не абсолютно не важно кто добыл золото это биржевой товаром везде стоит одинаково и есть вполне конкретные стандарты золото переработки там и так далее так же как нефть но есть проба ну проба это уже и изделие то ты про рыжьё говоришь а я именно про золото как биржевой товар он везде одинаковый сталь как биржевой товар то есть тут нет никаких различий у нефти есть сорта конечно но вот у природного газа насколько я знаю нету например то есть и вот гречка и любые товары они дескать скоро станут точно такими же комодитис то есть просто везде будет одинаковая гречка ну и ты будешь в принципе понимать что в волмарте последний раз гречка была вкуснее чем там я не знаю чем вашей сейфуэй да но и ты просто будешь к сетям привязываться они к конкретным брендам и здесь сразу мы на же айтичный подкаст казалось бы не про бакалею не про как это сказать не прогресса из да не прогресса из меня тоже это слово в башке крутилась хотел русская придумать не про продукты и а здесь комодитизация контента происходит уже практически скоро не будет там каких-нибудь new york times все будет в фейсбуке или в медиа это кстати тоже в принципе брендирование только такое огромное сетевое здесь как раз и верю что муфту network сеньки то есть вот задумайтесь об этом уже скоро большинство людей не будет делать свои личные сайты большинство реально кто не потянет вот например по какому-то из нынешних федеральных законов у каждого учителя должен быть личный сайт или не учителя а там то ли у каждого там доцента кафедры но у каких-то должностей определенных возможно даже уже и учителя реально а на высшую категорию учителя надо сайт делать вот вспомнили уже не будет достаточно будет просто хорошие представительства в соцсетях брендинговую платформу чтобы у тебя был аккаунт в фейсбуке вконтакте в твиттере в google плюс и там все с флагами знаешь ну да там твоя фотография с флагами сфотографированы ты такой с ученичочками с ученичочками с учебниками я хотел сказать ну да кто кто о чем поэтому вот вот такое будущее нам прочит контент-менеджер из fast code design о том что дескать все уйдет в сети скоро и мы уже и забудем что но это как мы уже здесь же опять же говорили как электроэнергия раньше было много компаний которые предоставляют электроэнергию а теперь знаешь про что есть какой-то там челябинер газбы ты просто как ты как модно ведь платишь за свет вот так это модно говорить меня так бабушка говорит ну а это это опять модно теперь поэтому вот возможно бабушка у меня в гроссерис еще ходит я не знаю ой 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 у меня тут опять ролик запустился но вот в общем предлагаю дальше пойти нормально а дальше то покруче у нас темка хотя казалось бы куда круче у нас еще одна дизайнерская тема на сегодня у нас было обычно мы с одной стороны смотрели на это узнаешь как в зоопарке ты смотришь на животное а сегодня мы прям в клетке с этим животным пройдет не стыд отличная метафора и сегодня сегодняшнее животное от николай бабич и более известный нашим слушателям как и зрителям как ник бабич ник бабич да сам оказывается чувак то может по-русски причем может по-русски в основном потому что мы сейчас посмотрим его интервью на каком-то блоге какого-то чувака антона жильянова я не знаю просто какого-то чувака взял у него интервью и здесь есть несколько вопросов которые действительно нам интересны кто же такой николай николай бабич ник бабич которого мы знаем много читаем про юзер экспириенс у него особенно на мобилы как он любит все писали да да вот здесь сразу я вас прошу просто обратить внимание даже тех кто слушает подкаст потом откройте фото портрет николая бабича собственно самого то есть видно такой мужчина уже уже мужчина уже не мальчик не слова не мальчика но мы уже мы сейчас прочитаем интервью послушаем да и вот несколько вопросов первый вопрос расскажи себе вкратце чем занимаешься где на чем работаешь чем увлекаешься помимо работы спрашивает его антон да собственно его антон спрашивает николай отвечает говорит я вообще-то программист он на самом деле и вот у нас тут уже шок и мы-то думали что он дизайнер мы с вами я если честно не задумывался но вот да если меня спросили об сказал дизайн да что но он про юзер экспириенс дизайнга а он оказывается программист и что самое главное он пишет backend то есть он пишет сервачную какую-то что-то и как бы увлекаясь у него хобби такое проектирование интерфейсов и собственно отвлекаясь вот от бэк-энда он пишет вот статьи и просто вот рассматривает всякое читает какие-то ресурсы говорит гайдлайн и стайл гайды читает на майкрософтовский там гугловский всякие но это дальше будет то есть чувак на самом деле программе но вот мы читаем его статьи про юзер экспириенс пишет что живет в санкт-петербурге практически санкт-франциско только санкт-петербурге да далее вопрос следующий идет от антона что в дизайне для тебя самое интересное за что любишь профессию он ему говорит вот все нравится в дизайне потому что он и фанат фанат я подчеркиваю фанат архитектуры автомобильного дизайна и одежды но он везде все время в костюмчиках так что видимо фанат одежды до автомобильного дизайна гейт вообще любит просто вот эстетику и чтобы все было круто как детства люблю предмет мне нравится эта фраза какой предмет дальше что он кстати говорит что я не знаю ты здесь или я тоже пропустил он и что он вообще работа для него это как как жизнь вся там вначале да прям были что для него работа это не то что пойти на работу это просто вот какой-то кусок его жизни так скажем он просто придет и там приходит и там живет поэтому он не то что знаешь когда блин отдохнуть уже нет он как бы живет работой поэтому это как мы обсуждали я не помню один или два подкаста назад добавлю здесь ссылку о том что она великая ловушка программирования позапрошлый раз это было вот видимо он то в этой ловушке раз для него это все часть жизни да но он и рад этому что он в этой ловушке дальше короче вопрос типа чё просто чё делаешь чем занимаешься он вот говорит что вообще в принципе он занимается вебом и мобильным и причем по всему миру и говорит что вот несколько даже приводит сайтов то есть они там делают всякое приложение для родителей и нянь сайт развлекательной платформы там чуть ли не кстати индусовский индусский какой-то сайт вот этот пайкер . я не знаю там просто одни индусы я не знаю почему ты слышал про такой сайт я заходил я за просто зашел и посмотрел стоишь вот этот пайкер как будто ты так то там сидишь но да там натуре индусы полная там болливуд я сижу там вот сервис рубашек на заказ возможно здесь на фотографии изображен сам ник бабичев с татуировками около шеи вот все может быть в этой жизни он может быть и модели он же у нее любят одежду как там у него культ любит предметы фанат предметные вот у него антон уточняет который его интервьюирует говорит я так понял фриланс у тебя то есть он не работает на одну и ту же компанию он ведь что чаще его находят сами заказчики то есть как он как находишь заказчик мы чаще находят меня сами гиде с чего-то интересное я сразу берусь иначу консультирую что-то например спрашиваю пишешь ли только на английском и почему он ведь да на английском он типа просто практикуется в английском то есть реально чтобы чисто не забывать чтобы вот разговора письменный язык письменный язык просто пишет статьи на английском игре для и конкуренция больше то есть на английском естественно больше всего написано ни для кого не секрет вот всяких статей поэтому когда пишешь на английском статью ты должен понимать что кто-то это или уже писал или что-то подобное и тебе уже нужно что-то придумать новое но приходится соответствовать приходится вот у него есть планет x plan этот проект я Я так понимаю, мы с него читаем, да? Мы читаем уже в основном с Babich.biz. Это, опять же, не то чтобы реклама, но да. А UX Planet — это его подблог на Medium, и он туда включает и чужие статьи. Ну и вот он рассказывает, да, что он не очень-то планировал, чтобы что-то такое сразу крутое было. Но, как обычно, ничего не планируешь, а выстреливает. И вот он много писал, у него там 20 тысяч сейчас каких-то, по-моему, ежи... Тысяч читателей просто в блоге в этом. 20 тысяч фолловеров и 400 тысяч посещений в месяц. Угу. Ну, как бы норм. Ну нет, но некоторых сайтов по 120 в день. Тысяч. Поэтому, ну, неплохо. То, что это задумывалось как небольшой блог, конечно, это уже... Это вдохновляет, я отвечу тебе словами Никобабича самого. Да, это вдохновляет, что кому-то интересна эта тема, а многим интересна UX, собственно. Поэтому UX Planet, как вы понимаете, про UX. Откуда ты берешь материалы для статей? Вот, о чем я и говорю, что гайдлайны большой тройки, то есть Apple, Google и Microsoft, он там вдохновляется у пацанов. Просто всякие маленькие статейки, срез по теме и свои мысли, говорит. Вот это все компоную и получается какой-то опыт, скажем. Охренеть, он пишет, что он с авторами исследований общается, которые читают, чтобы понимать, правильно ли он понял их мысль. Возможно, он еще и разговорный английский так практикует, на самом деле. Ну да. Он вообще крутой. За счет чего растешь как дизайнер? Что посоветуешь коллегам? Он говорит, вдохновение, говорит. Вот самый лучший совет, говорит, вдохновение. Вдохновляют многие вещи, но больше вдохновляют люди, поэтому он сильно с людьми работает. Ну это ему какие-то хорошие люди попадаются. Попадаются хорошие? Обычные люди, они не вдохновляют, а наоборот. А у него вот хорошее все. Ну у него, может быть, да, он крутой какой-то. Какие инструменты используешь? Он говорит, что он такой консерватор. Используют набор дизайнера от Adobe. Ну, так. То есть он как бы нормальный пацан. Покажи скриншот экрана смартфона. Мне вот это понравилось. Просто реально скрин, его, я так понимаю... Просто это iPad. Это iPad, потому что он говорит, что на телефоне не особо вообще что-то там сидит практически. С iPad. И у него тут действительно на iPad не то чтобы, знаешь, захламлено Angry Birds. Не, ну это третий экран. Да, на первом там. Там Иви кино посмотреть бесплатно, конечно, на первом. А вот на третьем экране у него Pinterest. И он говорит, что он часто, видимо, захаживает, вдохновляется, видимо, с Pinterest. А Adobe Comp, я не знаю, что делают. Какие-то, видимо, проектирования. Наверное, я не готов. Я думаю, проектировать. Я думаю, вайрфрейминг, да, судя по иконке. Ну и Marvel, это не тот Marvel, там, где железный человек. Это тоже, видимо, какие-то для проектирования проги, привилы. Ну, заметь, у него по-английски написано No Sim, поэтому он все-таки практикует язык. И что самое главное, он говорит, что удобно. Да у него все, там, music. А хотя и так music на английском, я не помню. Нет, музыка. А, да, что ли? Нет, у него обычный английский iOS, да. Да, и вот его спрашивают, а что ты на телефоне прям прототипируешь? Он говорит, да, в принципе, нормально. Не то, чтобы прям сильно удобно, он говорит, но можно, в дороге можно. Он, знаешь, такой по диджеям, когда реально диджеи переезжают, он прям в наушничках на маке делает. Только тут на iPad. Книги советуют, Бабич, вот, можете посмотреть. Тут даже, я так понимаю, одна только от Aureli. Ну да, Aureli, да. Простите, да. Вот, посмотрите тоже. Они все по дизайну, так или иначе? То есть, в принципе, нашим слушателям они все три подойдут. Все трипер. Да. Я просто хочу еще напомнить нашим зрителям и слушателям. Зрители могут видеть на экране, слушатели, воспринимайте на слух. И webdesign.ru slash books. Там мы тоже выкладываем книги от Aureli. Сугубо для ознакомления, конечно. Но ознакомиться можно от корки до корки. Там можно так назнакомляться, на самом деле. Да, не пропустите. У нас там тоже есть и про UX. Например, Understanding Industrial Design. Там очень крутая книга с жуком, каким-то навозником. Так, давай Micro Interactions выложим потом. Ну, слушай, давай. Я сейчас тебе на бумажке. Уже у меня тут чек лежит на кухне. Я запишу. Ты чеки выписываешь, честно. Я прям, да. Да, именно чековая книжка. Я сейчас напишу, что. А мы продолжим, собственно, с Ником Бабичем как бы разговаривать. Он с нами общается. Он, наверное, не знает, что мы тут каждый раз его практически славим. А вот. Каких профессиональных сообществ состоишь? Он спрашивает. Его спрашивают. Какие посещаешь конференции? Он говорит, что сложный вопрос. Говорит, ну, особо так не сильно состою. То есть для него что такое состою? Это надо сильно с головой погружаться. Он как бы особо не состою. Но вот какие-то конференции посещает. Вот говорит Push Conference в Мюнхене, например, практикует. Видимо, он и немецкий практикует. Я понимаю, что это все на английском, но тем не менее. Ну да. Push Conference. Что тебя больше всего огорчает в водоросли и в коллегах? Ну вот, нежелание учитывать чужой опыт, он говорит. Когда видишь, что одни и те же ошибки повторяются из раза в раз. Как будто это только вот в водоросли и в коллегах. Он в жизни-то жил вообще? Не то, чтобы, ну да. Он говорит, вот из последних примеров, гамбургерное меню ради двух пунктов внутри, например. Отсутствие. Он, я напоминаю, говорит пока нам только про UX. То есть он тут не говорит про то, как он бэкэнд там пишет. Ну, да. Он неизвестен как бэкэнщик. Ну, вообще, как UX-ер надо дать должное. Мы почти... Было время, чуть не каждую статью обозревали, поэтому, да. Ник, спасибо тебе. Николай. Николай. Хочешь что-нибудь сказать коллегам-дизайнерам? Совет или напутствие? То же самое, что говорю себе. Занимайтесь тем, что нравится больше всего и находи вдохновение в том, что делаешь. Ну и все, собственно. Твиттер там свой пиарит и т.д. и т.п. Ну вот так вот про Ника Бабича мы немножко узнаем, что это Николай из Санкт-Петербурга и на самом деле программист бэкэнда. И такой чувак. Прям... Наши отношения надо говорить. А-а-а! Кстати, давай про предыдущее. Что ты думаешь про сетевой... Этот... Маркетинг. Да. Про сетевой подход к брендингу. Блин, я не знаю. Я, честно говоря, старых устоев. Я бы вот хотел, чтобы меловые доски и там бренды с усиками такими и с этими. Ну это такие устои. Либо сильно старые, либо вот новые полуустои. Или очень новые, да. Не, ну давай представим, что мы прям труп... Хотя как мы это можем представить? Труп потребителей. Трупы получились. Мне нравится вообще такой сетевой подход. Он заставляет не тратить время на мысли по поводу того, что взять. А, ну если ты по поводу того, что Walmart, Great Value и т.д. и т.п. Да, это круто. Так я только об этом и говорил. Это круто. Да, потому что оно как-то проще жить становится, когда ты знаешь, что ты приходишь, берешь Great Value. И дело даже не в том, что ты просто берешь Great Value, а в том, что оно еще и качественное при этом. В этом же основная загвоздка. Да, чтобы не брать дерьмо просто. Вот, да. То есть это не должно в итоге становиться тем, что ты приходишь самое дешевое, берешь, чтобы сэкономить. А Great Value, оно было самое дешевое в Walmart. Я уж не знаю, как сейчас. У нас вот слушатели видят, у нас прямо на микрофоне Марлен висит. Я хотел в Инстаграм бомбануть картиночку после записи, что вот так мы это... Микрофон болеет. Работаем над звуком, да. Вирусная, ротовирусная инфекция же, мы чтобы как-то это... Защититься. Да. Ладно, переходим дальше. У нас начинается рубрика разработка. А все мы знаем, с чего у нас начинается рубрика разработка. Да, я-то знаю точно, потому что не понаслышке, не понаслышке, хостинг SmartApe.ru завоевал в России... Я не побоюсь этого слова, возможно, даже в странах СНГ где-то какой-то, можно сказать, какой-то такой статус хорошего хостинга, реально. SmartApe.ru. И вы можете на uobesign.ru slash SmartApe зайти и спокойно по нашей реферальной ссылке приятно зарегаться, оплатить. И приятно провести время еще, может. Конечно. я могу вам сказать что я тут недавно вот не нравилось мне что на наши в поиске от смарта и потом cintos 7 стоит там вот один пакет у меня не обновлялся когда я делал полное обновление всех пакетов из репозитория не думал блин спички связанные у нас печки 5 6 был в тот момент и так какой-то конфликтовала немножечко там и колком он там бла-бла-бла так и я думаю я сейчас обновлю ладно удалю его один короче говоря перенакачу пока удалил его один удалил весь печки и пришлось накатить печки 7 короче нас теперь на юг design.ru печки 7 все работает еще быстрее молниеносней особенно заметно в админке у вас тут на на лицевой части сайта и так все за кэширова а вот в админке там теперь вообще очень быстро списке открываются ну просто реально миллисекунды это все занимает и невозможно было бы воспользоваться всеми благами печки 7 если бы не наш прекрасный хостинг смарта и . да кастоминка ручками зашел удалил поставил да все перенакатил конфиги поправил там чуть-чуть под оптимизировал кэш новый в печки 7 apc тоже его конфиг чуть-чуть подправил и вообще прямо самое главное что никаких лагов самим хостингом то нет сам хостинг отдает все там за 100 миллисекунд уже все здесь и это несмотря на то что сайт по ищите ps который кстати тоже очень легко настраиваться в ручками если у вас в пск от смартой вот так но если чё ссылка в описании заходите смартойку его design.ru слышь смартой да там если хотите помочь проекту это один из способов помочь ему конце скажем второй способ помочь окей давай там у нас такие горячие пирожки языки горячие как такие как java skype и ноу джейс да язык из них один а второй я даже не знаю авторы подъезды уздечка от языка ну пусть будет я думал сосочки сосочки с горькой зоны которая там падает вот из этого дейл кнаус нам некий пишет на под блоге на медиуме presence press так возможно это скороговорки для актера presence press publish presence press дает на таки так вот java skype ноу джесс продолжает пожирать мир как pacman я представляю его тем более pacman тоже желтый как логотип java скрипта и я вот был на ноут саммите 2016 пару дней автор это конференция здесь дана ссылка можно посмотреть и у меня нет никаких сомнений что в java скрипт и вот конкретно но да пожирают мир по полной потому что нам ведь на конференции рассказывали несколько вполне конкретных практических кейсов во-первых get walmart.com теперь на девяносто восемь процентов состоит из ноу джесса 95 процентов безопасно да из одного джесса и отображается с помощью реак джесс но там алекс григориан вот такие люди да алекс григориан докладывал пришел директор софтвер инжиниринга walmart labs ладно три месяца после этого сэмс club точка ком это супер оптовая тоже сеть от создателей волмарта которая по карточкам туда можно заходить она вообще на сто процентов java скрипт будет я так понимаю будет это 11 августа да еще еще только будет то есть такие люди не боятся да что всякие пацаны со старыми интернет-экспорерами с выключенным ну так это шрибно это же на бэк-энди это чтобы кентный java скрипт а людям то все равно статикой html приходит поэтому не бояться так даже их ios и android приду приложение будут переписаны на и ик нейтив это фреймворк тоже java скриптовый который потом компилируется в java и обжекте все сейчас все java скриптовая ну даже уже наш подкаст чего скриптовый ну нет и слава богу я хочу вот ты олдфаг в деле брендинга я вот в деле программирования так хотя здесь будет несколько таких убедительных цифр потому что в принципе удобно когда у вас вся команда разработчиков ну то есть стало быть и сайт и приложение работает на одном стаке смысле на java скриптом и даже наса наса уходят на ноту понимаешь и это горит те наса который отправляет людей на луну что-то уже давно не было на людей на луну никого не отправляли на людей никого не направляют но и чё это на но джесси запускают на свои серваки насовские нет я так понимаю только сайт переводит ну и какие-то внутренние микросервисы здесь будет еще об этом о том чем можно делать с помощью java скрипта и ноды но они я так понимаю только собираются тоже а собираться еще не значит это а у них алгол там все еще но они собираются может быть да и здесь рассказано о том что вообще java скрипта он шел то большими шагами вообще придумали как хреновину который будет в нет скейпе в 95 делать hit little things так милые маленькие вещи после этого до хрена теперь во всех браузерах это единственный способ взаимодействия каких-то динамических не динамических интерактивных динамические все-таки на серваком а потом 2009 но у джесс пришел и java скрипт поселился на сервере даже без уйдают и вытачены браузер не дорогая браузер да ни разу не трогая браузер я сразу еще вспоминаю что в манга дебе консоль к была джава скриптовая тоже примерно в те же года это все появилось играть давайте посмотрим сейчас кроме того что происходит в вебе и сервер сайде java скрипт раскинул свои лапы на windows и овес тем то есть может десктопные приложения использовать например как вот слег microsoft visual studio code wordpress ком со своим calypso это десктопные приложения не сделали но там под капотом то джава скрипт ну я даже помню что в именно в последний visual studio можно делать вот эти для windows 10 большие полноэкранное приложение на джава скрипте и на html то есть там прям полный такой компилятор iphone android приложения с react native мы уже говорили и кроме того что ну facebook по понятным причинам это использует такие компании как себе sports бог и волмарт как раз в ближайшем будущем тоже используют свои для своих приложений интернет of things носимые вещи типа там часов и так далее тоже все на джава скрипте теперь будут и многие разработчики с фитбит это браслеты я так понимаю фитнесовский qualcomm и maclaren по это мы знаем что . да да ну qualcomm все-таки чипы но на maclaren до тачки они тоже собираются ты мне как они многие обсуждают что не в компаниях уже используют java script чтобы тачки делать я не знаю какие то может там прослойки для тачек роботы подумайте про компьютеры которые разбери пи куда их можно там встраивать и здесь есть такое явление же ноут bots их на самом деле можно хоть задницу засунуть они настолько маленькие про разбери пида можно даже не скручивать в трубочку всего лишь шарик скатать поэтому дескать java script везде мы будем потом наше мнение еще рассказал он чё предлагает он предлагает просто блин обрадоваться и подчиниться тренду и просто бэй раствориться в нем до сукам еще why not matters почему еще и но да не только java script и здесь на самом деле кроме абсолютно реальных причинов типа perfect for microsoft ну и здесь не поспоришь реально там удобно поднимать микросервисы которые там друг с другом будут на event based системе общаться это это да это действительно прикольно и кроме там it's light weight and scalable хотя казалось бы на любом языке можно написать что у тебя было light weight и scalable то есть легковесные масштабируемый но он предпочитает думать что на джаваскрипте да и на ноте что то удобнее всего но есть еще и надуманные такие что вот но да прокачивает разработчиков что просто из-за того что все там так стандартизированные ноут модуль и такие маленькие удобненькие и зависимости с хорошо выстраиваются все разработчики прям такие будут смотреть все эти зависимости делать супер универсальные библиотеки и прокачиваться как разработчики ну я могу просто то сказать что поскольку комьюнити ноды все больше и больше то да это будет само это как в автобус когда ты заходишь в автобусы зайти еще 10 человек тебя вносит в автобус тебе легче в него зайти потому что тебя по факту в него носим вносит практически 8 утра там 730 то же самое с нодой такое большое количество контента сейчас комьюнити про ноду что да наверное она как-то развивает разработчиков но это можно сказать про любую трендовую тему на самом-то деле ну да можно и про wordpress так чуть-чуть сказать ну может чему бы и нет еще одна надуманная причина constantly improving постоянно улучшается и это тоже на самом деле просто следствие популярность если вдруг кому-то кто-то прекратит бабки заносить в ноут foundation то быстро все это загнется не надо романтизировать в данном отношении performance большинство конечно говорят о том что вот например paypal говорят о том что у них мобильные сервера не с рельсов пересе перевели на ноду там и из 30 серверов осталось 3 производительность стал в 20 раз больше них и нас но мне кажется это вопрос того что них просто на рельсах говеным было написано а чё ты начинаешь ну я просто пытаюсь предположить и всякое возможно в этой жизни может быть просто программисты прокачались может и потому что вот я недавно в твиттере видел какие-то твиты простите за тавтологию там у нас один из подписчиков точнее не подписчиков а на кого ее дизайн аккаунт подписан был на фронт токс по-моему в екатеринбурге или где у них главная конференция в екатеринбурге потому что там был бобук вот да и там говорили о том что типа не надо передрачивать на инструмент потому что через 20 лет не будет ни джава скрипта не ноды но будут http пакеты и там что-то еще но там реально такие супер фундаментальные вещи а там бы битовые деревья и и массивы типа такого что чуваки инструменты это конечно прикольно но опять же фундаментальные вещи они фундаментальными надо придумывать не инструменты и какие-то ползы опять же простите за тавтологию а нужно придумывать что-то с этими инструментами надо paypal придумывать а не ноду потому что если как бы ты придумал paypal то ты его потом с ноды перепишешь на каком-нибудь я не знаю муравьё 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 да а рафаёль хотел все а paypal останется в этом отношении и мы здесь опять же пишут что samsung в ноду вкинул полтора миллиарда то есть но реально просто в это вкладывают деньги и и да то есть дейл к нас у нас призывает раме раствориться в ноге забыться в ней купаться в ней я не знаю как же это сказать но мы высказываем же в этом подкасте свое мнение как нам завещал вова в тапках и я бы все-таки вот как-то сконцентрировался на том что это инструмент всего лишь это не не надо культ делать самого инструмента вы делаете свои продукты уникальные об этом собственно будет еще тема через одну в разработке поэтому ну можно будет так скажем про на эту тему еще поднять но я вот считаю что вот культовость не надо здесь устраивать это такое это дурной тон но каждый мне кажется свой инструк вот кто-нибудь будет писать не на ноги она чем-нибудь другом они будут ли что это круче все равно я думаю они даже смогут добиться под примерно той же производительности под это же вопрос не конкретного инструмента а конкретно того реализации до реализации может быть на рельсах сделать такой же производительный дольше будет но тоже можно поэтому опять же дольше для кого дольше для нода разработчика да но для хорошего рельсового разработчика примерно так же ну как бы не то чтобы я была сильно рельсовый разработчик может быть я что-то и путаю поправьте меня в комментариях как вы это обычно делаете но да мы кстати но да это как но да но да ты никита скажи мы когда будем перерыв делать сейчас или нет мне кажется мы преодолели экватор подка я думаю да можно пока немножко приостановиться вы идите сделайте себе бутерброд или кофе или поставьте нам лайк поставьте на паузу поставьте лайк напишите какой-нибудь комментарий как вам середина подкаста на как сами сходите меня в уборную до отхожее место посетите собственно как как мы и будем где мы сейчас на самом деле просто перечислить чем мы будем делать мы сейчас лайки пойдем поставим кому-нибудь вот это все так что увидимся уже после перерыва я просто записал как обычно так что давай короче x яндекс xd чтобы вот я не понимаю на самом деле чего это происходит такое но это чё то это вот какая-то хрень на blog spot.ru а нам это предложили по моему 95 выпуск короче нам это предложили да я просто и ответственность себя скидывает нам это предложили я просто вернуть нас это подкаст его дизайн вы слушаете после перерыва продолжаем блок разработка идет шестой выпуск время пол двенадцатого по челябинску ну что прям вообще в родины атмосфера мы тут как обычно стаканами чокаемся там рякаем вот на blog spot.ru какой-то чувак создал может быть это от яндекса каким-то боком я не знаю я прям призываю наших подписчиков замолвите слова в комментариях чё это кто же это да может быть мы бы длим а алекс фес или сергей ивановский это какие-то бывшие супер сверх директора яндекса и досвидоса вверх держава и здесь пацан это рассказывает что коды view это крут и здесь сразу говорят что автор собственно я сейчас прочитаю кто из них автор конкретно алекс фес все-таки автор возможно сергей ивановский это и есть алекс фес но просто с двух аккаунтов пишет просто и он рассказывает что он на позапрошлой своей работе это даже не на прошлой работе а вот на позапрошлой впервые познакомился с код ревью с таким вот понятием с таким феноменом или феноменом кода ревью и код ревью как мы все знаем это когда ваш код кто-то обозревает когда ваш код который написан ну или чей-либо коды выставляют на показ публике в основном это происходит в компании в общей вы работаете в команде чуваки из команды члены команды смотрят члены а голова думает вот и и говорят вот у вас тут не так тут не так тут я бы так написал или тут о как классно ты написал например вот это код ревью и человек что там на позапрошлой работе только познакомился все было очень так сложненько поначалу я горит когда мой код смотрели я горит трепетал практически мне было страшненько естественно а когда я горит ревью чужой код я горит вообще там охренеть сначала ничего еще не понимал что там происходит чужом код игрит я так робко робко если чё-то ревью поначалу ну пишет что он там просто вот можно вместо их свежать то есть вот такие робкие монстры довольно очевидны но не они не были так скажем алгоритмически на что самое главное он не сговнился он ведь я ведь стараюсь сейчас потихонечку сейчас сколько он уже много работает в индустрии так скажем сколько код ревьюет он ведь я стараюсь не не отпускать вот это свое первое впечатление когда я код ревью чтобы знаешь не зазнаваться ну допустим или чтобы как-то менее подробно может быть код ревью нет он также как вот он поначалу все очень подробненько рассказал и так без высокой мере просто код ревью реально вот будто он начинающий чувак он сейчас так и продолжает делать вот и типа это придает какую-то вот уверенность когда вы в команде все тебя действительно обогащают знаниями как уран как уран да да вот возможно что то подскажет возможно какие-то куски там выпилить возможно что-то как но вы понимаете то есть код ревью это действительно полезная хрень и он здесь это просто подтверждает горит щас грит а и что еще важно если говорит все хорошо можно просто ничего не прокомментировать так скажем просто ну код посмотрел все нет замечаний но он говорит что вот можно писать что все ок например все хорошо когда чувака хвалишь это тоже круто потому что он будет понимать хотя бы в каком он русле двигается это лучше чем не писать ничего потому что сразу начинается поиск подвоха конечно это все настолько плохо или настолько хорошо или че ли а у него не было времени посмотреть или чё ну вот вы понимаете да то есть вот лучше все таки что хотя бы все окна это это когда я к нам нам предлагают тема я пишу когда я знаю что мы не будем это обсуждать, я с вами пишу, что спасибо за темы, потому что я реально я рад, что нам что-то предлагают, я не хочу полностью человеку обрубать сфинктер, закрывать, и он у него, чтобы никогда не открылся, вот этот темный сфинктер не надо, предлагайте нам все, просто когда-то попало, когда-то не попало, это нормально. И он вот под конец уже хочется сказать, что сейчас ты его немножко уже подбешивает код ревью потому что они уже достаточно много уделяют этому времени то есть это важная штука, несомненно но по 3-4 часа они код ревьюят и уже его немножко это подбешивает вот его компанией в данной, как я понимаю но тем не менее эта штука нужная, важная и ее можно применять в каких-то командах, где вы слаженно работаете над каким-то куском кода, где вы действительно вникаете в один проект да можно даже, наверное, и из разных проектов просто если вы говорите хотя бы на одном языке пишите на одном языке то можно по код ревьюить друг друга ну вот, вот такая история просто напомнить вам, что есть такой способ если вы вдруг забыли про него нам, вот, нам просто неоднократно спрашивали а вы-то, пацаны, как у вас вообще? вот ты, Никита, не знаешь, у вас в отделе программирования есть такое понятие, как код ревью или нет? я сейчас вспомню не болтают в пивной, мужики? не, слушай, у меня это так от код ревью, я ненавижу теперь там вот это не, не, у нас скорее наоборот, у нас чуваки просто друг другом вдохновляются то есть они не код ревьюят, знаешь, именно настырно так давай вот посмотрю, там надо обязательно код смотреть не, они просто вдохновляются, там каждый у каждого берет куски, копирует, поэтому там нормально а, вот в этом смысле вдохновляется не то, что я у Петровича, у него код музыка на 33 миллисекунды быстрее моего выполнился я думаю, что они настолько там прям друг другу наивно не говорят может быть они про себя это думают так, знаешь, типа, блин, у него в натуре круто написано давай я тоже напишу круто ну, мы когда вот в последней команде я работал мне регулярно говорили, что код крутой а я регулярно говорил, что код говно не про свой, естественно ну, всякие бывали ситуации и мы это полностью обсуждали то есть у нас прям в пятницу был полный и плотный созвон по поводу кода ревью по поводу того, как, что, где можно это не было полным разбором кода на полях и так далее, это было в абсолютном положении типа, а я вот видел, ты используешь там вот такой-то метод реализации там, clear fix или чего-то еще а почему вот этот, а не тот а попробуй вот этот, а он лучше и мы прям реально там по 30-40 минут обсуждали а почему вдруг то есть никто не верил на слово было реально обсуждение были какие-то расшаривания экрана через TeamViewer а ну-ка покажи, как ты бы это сделал ну и вот, ну это действительно, это прокачивает всю команду и кроме того, что это прокачивает отдельных членов я не побоюсь этого слова в том смысле, что кто-то не знал какую-то методику и тут он уже на практике когда только ее рассмотрели, он ее усвоил нет, кроме этого еще взаимопонимание в команде увеличивается когда вы начинаете говорить на одном языке, так скажем использовать одинаковые куски у вас свой микрофреймворк такой некий в команде образуется и это круто вы от проекта к проекту прям уже как машина одна начинаете работать да, это хорошая метафора поэтому да, тут сложно переоценить важность кода ревью нужно прям стараться выделять на это время то есть, если у вас есть какой-то менеджер проекта тимлит или кто-то еще пусть он выделит вам на это время не пожалеете, следующий проект просто два раз быстрее пройдет ну не в два, но там будет определенная прогрессия геометрическая потому что эта хрень важна окей этому мнению свое высказание но мы не будем говорить про то, что не надо загоняться и много код ревьюить да, просто видишь, если это крупные команды то там так много кода что его весь надо ревьюить и это просто ну нерационально но опять же выделять одного человека который будет только ревьюить код глупо потому что у него должен быть свой опыт у него должен быть какой-то свой код который он должен писать и понимать как нынче вообще правильно писать ну просто этот чувак с опытом должен быть да, да, причем с current опытом, что называется то есть с текущим, потому что а вдруг он пять лет назад верстал как он сейчас будет код ревьюить как он будет бэкэнд сейчас ревьюить хотя бы даже фронт-энд за пять лет так много воды утекло, что это должен быть играющий тренер, так скажем но когда тогда играть, если так много код ревью поэтому надо как-то разбивать бэкэндеры свои коды ревьюят фронт-эндеры как-то свои ну и так далее может быть парами кого-то назначать девочка-мальчик, мальчик-девочка да, через одного кого-то тьютором назначать кого-то там к тому тем, кто подчиняется тьютором как называется, учеником слэйв слэйв, да, мистер слэйв следующая тема у нас метапрограммист это вот как есть в DC Comics металюди вот так метапрограммист а там это как суперлюди со своими этими типа вот как супермен это мета-человек ааа вот тут метапрограммист как в ночном дозоре был иной да ну да, здесь тоже это иные люди, так скажем кто же автор я пытаюсь найти, не понимаю ричард миттон некий софтвер инженер и тревелинг-визард ну все как надо с вот этими переписочками переписочками так кодерсноутс называется сайт кодерсноутс.ком стиль как мы любим веб-брутализм полный вообще жесть тут круть и 6 сентября он написал статью метапрограммист кажется нам ее тоже кто-то предложил так не берусь утверждать но я не помню где бы я такое нашел по-моему предложили и ягод есть большое количество топиков тем вообще которые если выложить на форум или новостной сайт они вызывают просто бум комментариев от программистов в отличие от например статей про сами какие-то про no.js да хотя на самом деле я бы здесь поспорил и какие-нибудь статьи в стиле no.js против php на хабре тоже собирают нехило так комментариев нехило ли клинтон ее тоже же по частям собирают мы не будем об этом об этом в других подкастах так так вот и ряд этих вопросов включает себя например какой стул в офисе нужно брать как вообще нужно ли закрывающиеся двери в офисах с открытым верхом я так понимаю себя правильно open plan office open space да бренд клавиатуры которую нужно использовать количество и качество мониторов используемых парты которые регулируют высоту сидячие стоячие и так далее то есть такие значит мета вопросы которые программирование имеет довольно опосредованное значение но так скажем все равно будоражит умы программистов так вот если говорит вы запустите статью про новый язык программирования будет 10 ответов но если вы запустите дискуссию по поводу то какие наушники использовать когда работаешь то ждите 10 тысяч человек которые из ниоткуда просто высрутся и начнут говорить там чё кого на самом деле это в принципе еще и показатель того что компетентных людей меньше чем некомпетент ну это так как бы из очевидных вариантов и просто видишь ну здесь некорректный пример если он говорит started discussion дискашн уже подразумевает до хрена комментариев а статья про новый язык программирования ну статья и статья ну прочитали ну по математике я совсем согласен больше нечего добавить но неважно здесь я с автором могу согласиться я говорит он пишет что он вводит термин мета программирования потому что вот эти все вещи про какие наушники использовать во время работы у нас кстати тоже подкаст этим грешит у нас есть иногда много тем которые кумета проект помимо заметно подкаст если чё согласен да про мета веб и вы можете в принципе на любые бабки спорить что больше всего attention и внимание придет именно такие мета программистские статьи и вот как я можно подумать что мета программирование это что-то типа около программирования в этом стиле написать майк макрос майк раз хотел да макрос и так далее но нет на самом деле мета программирование он здесь прям как в словарике такое это действие разговора про программирование вместо того чтобы реально программировать говорит в принципе это говорит мета программисты они больше запариваются о том как их работа выглядит чем о том что вообще у них за работа это как программист шрёдингера в принципе только когда мы наблюдаем программиста мы можем точно знать там о чем он работает как только когда мы увидим кота мы поймем умер он или нет только когда мы видим работу программиста мы оцениваем ее как работу или нет дескать но это как довольно глубокая гиковская метафора потому что я бы сказал просто по-другому то есть пруф или не было и здесь вопрос о том что я забегу просто вперед о том что вот дескать ты говно программист если у тебя нет twitter аккаунт и ты там не постишь свои куски не выкладываешь их на гитхаб и не выпендриваешься потому что если никто не знает что ты там охренетительные штуки делаешь то какой вообще смысл их делать думают метапрограммисты нет что просто заработать бабла там прокормить семью и жить жизнью живущего нет надо обязательно этим повыпендриваться ну это знаешь к слову о том я не то что как там было что типа не то что я хочу быть программистом а я хочу программировать вот так вот вот да а эти люди они хотят быть программисты потому что они пишут что ты не можешь считаться кодером если у тебя нету на твиче стрима про то как ты кодишь иначе какой ты нахрен программист хотя казалось бы это вообще не основная так скажем позиция здесь он даже шутит что а стримы такие прикольные сейчас куда не заходишь везде видно что visual студия запускается то есть как бы еще и не процесс программирования так папа 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 базарюшки как это сказали базарчики на фоне запускающейся visual студии ну как наш подкаст опять же так вот и он надо бы как-то это программисты не такие сильные мета программисты сильно избалованы если у них не новый apple macbook то они могут работать там еще на фоточке сверху там все чуваки с apple могу да да это смешно потому что это программирование это же не вписывание текста как то что можно было делать на компьютере 78 нет надо взять на 40 дюймовый монитор без него же ни хрена не получится но он здесь саркастически это говорит а может быть это говорит конечно просто комплексы и они типа хотят чтобы они выглядели солиднее вместо того чтобы их работа выглядела солиднее и на самом деле я вот в этом и считаю основная причина и здесь они они еще говорят рабочая станция у них рабочая станция у них не компьютер них рабочая станция мать их и даже большинство сейчас стартапов если вы начинаете свой стартап вы не думаете о том что должно быть инновационный продукт вы просто сделаете кафе с бесплатным едой и всех спрашиваешь в руку вот вы работаете в google почему вы наверно что ваши проекты мир не обошлось бесплатно и да вот здесь то же самое и надо же говорит задуматься потому что и нам ричард пишет здесь в конце большинство самых топовых программистов с которыми он работал у них даже twitter аккаунта нет казалось бы немыслимо да как ты можешь быть топовым программистом где-нибудь в гугле и не выпендриваться этим там мы там на кофе-брейке с моими тиммейтами но нет настоящие программисты они где-то там просто сидят и пишут код и не сидят и не срутся на форумах по поводу того какую парту там лучше как стол выбрать для программирования тогда и здесь в конце вот этот риторический вопрос с каких это пор сам посланник стал важнее самого послания там что тоже какие-то посланники ричард мильтон закат ушел самом конце у него там между прочим есть twitter twitter.com грампи джаен и у него там грифайт аккаунт баде угрюмый гигант у него еще здесь посмотри на аватарку это важно практически шар свиборга да но у него все 1246 читатели и он такой ни хрена не популярны поэтому ну как то так пишите в комментариях что думаете по этому поводу давай наше мнение никита что ты думаешь про метапрограммистов ну блин мне кажется безобстановки мы как разница это она фотография все таки даже как дизайнерared count такまだ когда я скажу можно немножко мета так скажем новашей есть series дизайнере немые ну чемkat то что уж почти��는 дизайнерам ничего делать не надо да возможно столько же надо еще больше но я имею ввиду что программе все-таки более закрытые люди но даже в дизайне сразу видно чуваков которые так скажем языком милят и которые действительно что-то делаем это знаешь что языком милить не мешки ворочь ну конечно это казалось бы на сейчас информационное общество и и миление языком это тоже же некий товар и продукт журналисты журналисты ну или просто youtube блогеры какие-то так далее то есть это тоже же целый но метапрограммисты они не к ним относятся это просто некая морфная масса на которых можно делать бабки поэтому я в принципе я не против них пусть они будут пусть они смотрят наш подкаст пусть они кликают на нашу рекламу переходят на смарт-тайп точка руб у его дизайн . смысл смарт-тайп и так далее это это даже прикольно но да лучше таких людей к реальному делу и не допускать хотя ни к ним и не допустят за им это просто не надо но да те самые макбуки и так далее делают потные чуваки штанах именно штанах а если ты без штанов я не хочу знать я хочу верить что наши компьютеры делают мужики штанах у нас сейчас на самом деле с хабра статейка я ее постараюсь очень быстро пройти во первых потому что это уже четвертая статья в разделе программирования как-то до хрена в разделе разработка но да здесь это перевод сразу говорю и это алексей уколов перевел статью сейчас скажу на x design . сиси apple так подожди ты просто там такая статья я просто скролли и там конца и края не видно да я поэтому я хочу и быстро пройти она и x design . сиси и и написала миша эндрюс миша это женское имя в данном случае так значит как она себя кстати описал букворм бич из до диджитал дженерал лист и лавров science диджитал оушен и как его алексей уколов он перевел эту статью у него здесь есть небольшое примечание редактора ягод в принципе перевел потому что полностью согласен он по математике и статья она про accessibility называется она недоступный веб как мы развели такой бардак нам это же кажется предлагали выпуска 23 назад в оригинале но вот как получилось что у меня темах оказался перевод ну так вот и она о чем о том что вот уже 2016 год на дворе а сайты все еще не accessible ни хрена хотя уже давным-давно приняты стандарт и так далее и есть результаты некие опроса я смотрю где на хабре опять же а ну потому что да это слова автора 691 человек проголосовал на хабре и здесь он я сразу скажу 84 процента ответивших вообще не занимаются доступностью то есть accessibility 12 процентов вот я бы так наверное ответил мы реально ею занимаемся но не задрачиваем к сожалению пока это не first time priority и только два процента и запрошенных реально уделяет должное внимание адаптации сайта для людей с ограниченными возможностями так я думал лучше все причем судя по статье вот которую перевел алексей все в мире также он-то думал дескать в западе цивилизованным все лучше хрен то там ничего не европе в европе да и он говорит в принципе в теории все круто должны быть сайты такие что на любых устройствах хоть браузера хоть там операционных системах хоть там на часах везде должно все было круто accessible быть с любыми мышами клавиатурами пальцами и стилусами все должно быть прямо это доступно а хрен то говорит там есть конкретно 5 говорит причин почему так получить почему так получилось и чем можем с этим сделать и первый из них мы можем научиться сайты не делать не изучая вопросы доступности короче говоря в большинстве гайдов и так далее это не затрагивается и проще же это не делать не учить если можно и так делать сайт и он ведь в принципе надо учителям заставлять в доступности включать для это к сожалению учителям тоже это выучить ну да если это это вопрос на самом деле такой экзистенциальный это что должно быть первично учителям то тоже уйти учиться надо где-то или нет хрен его знает на самом деле между курицей и яйцом ни хрена это не философский вопрос первое было яйцо мы же яйца еще присмыкающихся бы и потом из каких-то присмыкающихся же присмыкающие или яйцо ну слушай это уже это сложно но не не беда не будем сейчас нет я далеко уйду земноводных по яиц неба у них икринки были но этот и просто икринки их надо было защитить от окружающей среды они обросли практически хитиновым покровом скорлупа она же тоже из кальция поэтому я думаю это эволюционный процесс из икры это произошло и да тогда все равно яйца были первее получается а кто их отложил тогда полу земноводные полу присмыкающиеся ящеры которые уже начали начали обрастать чешуей уже не просто с клизкой вот так лайк если ты с клизки и она мы дальше перейдем и на надо просто поговорить не просто что есть там тег условный атрибут alt у имиджев и нужно его заполнять нужно более комплекса подходить к аксессибилити не лениться об этом рассказывает самим создателям контента нужно не лениться все заполнять оба потому что даже если программист сделает возможность удобно и круто заполнять alt теги их еще нужно заполнять а для этого создатели контента тоже должны быть в курсе этого всего дизайнеры и разработчики они тоже должны улучшать их продукты с целью того чтобы можно было делать доступным и наконец менеджеры они должны подавать пример и говорит что блин чуваки у нас должен быть доступный проект они должны требовать подпинывать под зад если угодно вторая причина тире следствие мы несем ответственность за продукты недоступны для людей с ограниченными возможностями в том смысле что нету пока у слепых глухих и других при всем уважении к ним мест обжалования где попадать в суд слушайте я подаю в суд на там я не знаю сайт локального вуза потому что у него нет версии для слабовидящих это насколько я помню по одному из федеральных законов новых все бюджетные учреждения обязаны оснащаться с версии для слабовидящих и да то есть вот больше должно быть инструментов воздействия именно снизу от самих людей и тогда появится ответственность и тогда так скажем где-то меня сомневаюсь что будет уголовная какая-то ответствия тоже совсем слишком но административные штрафами будут отделаться компании и ну и все будет хорошо можно прям уголовную за плохой дизайн согласен за плохой дизайн можно за аксессибирити как бы драги сюда а вот за плохой дизайн прям до нам недавно диман калуза в комментариях со что сайт на детский говно я прям даже не знал я обескуражен был потому что я к нему зашел и у него тоже сайты говно и как так получилось я не понимаю возможно можно просто у нас все сайты говно теперь ну ладно не будем так 3 3 причины тире следствие предложение в предположение вводят на заблуждение а мы такие предполагаем это чудо нашими сайтами не пользуются те самые люди с ограниченными возможностями а хрен то там потому что среднем к сожалению каждый пятый человек имеет инвалидность на здесь даже есть линк и он ведет на какой-то орг . а у австралийский сайт видимо в австралии но я так понимаю там мировые disability statistics а нет здесь про австралию но почему-то алексей предполагать точнее миша видимо а в оригинале же она предположила что везде как в австралии ну пусть в грубой аппроксимации будет примерно так поэтому нужно как-то играть если вы не считаете что должно угождать людям с ограниченными возможностями вы участвуете в дискриминации о вы создаете окружение в котором инвалиды не могут работать так здесь есть несколько твитов от людей с ограниченными возможностями например лет старбакс я бы рада пользоваться вашей новой фичей заказа с мобильным она она недоступна для слепых пользователей а и с он по вам по вам не кидает секстон пишет digital ocean я бы очень хотел воспользоваться вашим сервисом но к сожалению ваш сайт по-прежнему полностью недоступен для людей использующих для навигации клавиатуру а смысле он не может мышкой да он мышкой не может и табаться нельзя между там ссылками и всякими штуками digital ocean я не понимаю они же вроде цивилизованных согласен согласен это же запад цивилизованных r2d2 пишет привет слипио можете добавить субтитры я плохо слышу не понимаю что говорит профессор вот так вот я сдерживаю улыбку но на самом деле грустно потому что там на аватарке не то девочки не то мальчик там пара и они воспользовались технологии твиттерных смайлов вот этих и при при приложили к себе ушки собак разных блин дерьмо не хотел заходить там натуре дисабилитис полный ладно четвертая причина тире следствие закон не говорит что конкретно мы должны делать даже если где-то и написаны какие-то нормативные документы из законы о дискриминации здесь опять про австралию видимо миша все-таки из австралии но там ведь не уточняется чё надо делать там просто не видно надо делать доступ доступным а что это значит непонятно напоминаю в австралии там головой вниз все ходят можно даже не боится про ней даже в унитазе по-другому смывается поэтому дисабилитис ну да есть конечно web content accessibility guidelines виси эй джи и его все чаще используют как в качестве международного эталона эталон это незакон надо тогда узаконить этот эталон и тогда все будет круто это причина тире следствие новые тренды выталкивают технологии на неизведанную территорию и это о всяких вещах типа параллакса и так далее здесь миша нам говорит переводе алексея дескать вы задумайтесь причем имплементировать новые всякие тренды которые будут там тормозить и так далее а как они доступны будут и вы за этими всеми трендами делайте сайты умышленно недоступными и это где-то умирает котенок каждый раз когда вы это делаете потому что так сказать я конечно не всегда взаимоисключающие вещи можно сделать и стильно и доступно но для этого надо заморочиться и поэтому здесь есть мысль к клиентам и к разработчикам клиент прежде чем просить сделать что-то модное спросите себя почему на самом деле этого хотите если вы не можете придумать хорошее обоснование возможно вам стоит отказаться от этой идеи если вы все же решите что функции новый дизайн вам нужны вы должны настоять чтобы тщательно протестировать с точки зрения доступность значит вам придется заплатить и за эту работу и дождаться пока она будет выполнена ну таких клиентов сознательных еще поискать видимо миши такие попадались хотя судя потому что этот месседж кидает можете не попадать к самим разработчикам тренируйтесь говорить нет непроработанным идеям или вы торговывайте больше времени на тестирование устранения проблем твердо доносите до клиентов что доступность это обязательный компонент на реализацию которого потребуется время если придется помогите им понять что продукт который выглядит готова может быть не готовым и пока продукт не протестирован на различных платформах браузер и специальных устройствах он не готов к запуску но я согласен с ней что иногда и самим лень это делать и ты даже и не настаиваешь как-то ну и не очень-то и хотелось нужно быть сознательным дескать и разгрести этот бардак и об этом собственно последний абзац таких условиях легко пасть духом пасть но нужно отметить что делать доступны сайты несложно и не требует большого количества времени сашим нищий какая пасть даже мы сами создали этот бардак соблазнившись быстрыми темпами развития технологий и моды давайте прекратим соблазняться давайте уделять время тщательному тестирование доведению до блеска наших цифровых продуктов довести до блеска продукты давайте делать веб доступным для всех каким он и должен был быть все это время но блин вот прям такая действительно воодушевляющая статья вдохновляющая мажорная прям так мажор не меня хотя в конце чуть минорный был конечно абзац но нормально нормально можно но это когда ты с утра просыпаешься и думаешь да ладно сегодня так сойдет читаешь эту статью и думаешь нет нам нормально делать нет так не сойдет это как на предвыборный какой то этот похоже саш миронов такое нет так не сойдет будем делать доступные сайты справедливая россия не реклама так скорее скорее жалость к последнее ровно ладно переходим дальше соцки светский у нас сегодня из двух тем состоят я вообще вам прям освещу вы наверняка в курсе но я вам расскажу про это про первую новость я был не в курсе первую ты бы не был в курсе youtube превращается в социальную сеть я почему так скажем себя называют человеком который в курсе на самом деле оказалось когда я прочитал вот эту трех абзацевую статью что я на самом не про то думал короче о чем собственно тема о том что видео хостинг youtube который мы все знаем на котором вы собственно скорее всего смотрите или слушать этот подкаст становится по все таки сильнее сильнее приближается к социальной сети то есть google плюс не взлетел я не побоюсь этого вооружения но не взлетел google плюс и мне даже вот этой коллаборации google плюса и ютуба не хватило чтобы дожать они ее даже отжали потом они же прям открепили да а не момент когда прям ютюбовцы ликовали что наконец-то не надо делать google плюс чтобы там коментить в общем губернатор открестился youtube открестился в google плюса но тем не менее люди которые сидят на ютубе хотят общаться хотят в комментариях писать не просто комменты но и слать фоточки слать блин какие-нибудь я не знаю чё и м и теперь они делают они стремятся к этому и сделают такие охрененно развернутые комментарии во первых во вторых будет такие всякие обсуждения видеороликов специальные темки будут видеоролик будет даже отдельная темка на канале не привязанная к видеоролик то есть они у нас есть такая тема она есть но там теперь можно будет выкладывать картинки но это можно и не ссылки да и вот я почему почему я думал что я знаю вот про эту новость я увидел на приложению на ios на youtube и там комментарии немножко изменили там все какое-то другое стало там как-то немножко интерфейсик поменяли мне казалось что это уже вот начало конца так вот но я просто только youtube студия есть на телефоне поэтому я не могу посмотреть ну вот выглядит а там на самом деле просто ну немножко изменение интерфейс но видимо это уже сделать везде не только на телефоне но это все будет и естественно на десктопе напишите в комментариях если у вас уже включилась у меня вот как-то что-то и не возможно это пока еще не скоро но вот первые слухи какие-то есть то есть что скоро youtube будет такой полноценной социальной сети это первая новость из соц и свет и а вторая премиальный аккаунта назад при премиумный аккаунт я даже не знаю я очень надеюсь что нам самим потом не придется предлагать премиум аккаунт никому на темнее порнхаб предложила русском надзору премиальный аккаунт в обмен на снятие блокировки на какой-то версия . рую новость ну да она на самом деле эта новость была везде я не знаю почему именно тут я ее нашел ну а нам эту эту нам предложили в тема ну ладно окей поэтому мы пошли на поводу и на этот сурс знаменитый сайт для взрослых порнхаб так перекрыли прям забанит как кислород тогда заблокировали доступ из российских айпишников роскомнадзор который имеет на это полное право согласен заблокировали как как говорили раньше про царей находится в своем праве да значит находятся своем праве заблокировали им что произошло произошло то что пацаны пошутили из порнхаба там в комьюнити менеджер это видимо крутые сидят они прикололи роскомнадзора да пацаны давайте вы нас разбаните только мы вам премиум аккаунт типа якобы на порнхабе сделаем ну тот самый который который нужно оплачивать то есть порнхаба можно было пользоваться бесплатно но нужно оплачивать там для дополнительных видосов я мне друг рассказывал я сам не знаю на на что роскомнадзор насколько я помню ответил что нечего ким и типа мы таким дерьмом не занимаюсь мы не в индустрии как там было написано как мы не в этом рынке да типа и в общем в общем их не интересует не они там еще написали что типа демография мы типа практически чтобы демографию не снижать значит и у меня вот после этого всего то есть все знают эту историю я никому я не буду там досконально рассказывать на просто вот какая главная причина блокировки какая да пропиариться что работаем детской роскомнадзора тоже надо читать они любят меня они любят постоянно вот в связи с яровой и т.д. и т.п. я не знаю с милоновым не с милоновым милоновым депутат загс собрания в питере он вообще я не буду говорить кто он но он в общем они любят постоянно говорить что мы там запретим хентай и там вот такое вот смотри там якобы и девочки маленькие значит это уже такое но детская порнография пусть и мне вот интересно порнхаб связан вот с этими какими-то вещами или ты действительно у нас демографию повышают ну насколько я видел комментарии официальных лиц они все реально твердят про демографию и закрылишь не только его по-моему и парнолаб закрыли на днях нет по-моему работают но тем не менее суть в том что если демографию то блин я хочу посмотреть на статистику потом действительно если это реально работает то я очень не понимаю каких людей останавливало что-то из этого ну это кто-то я видел какие-то комментарии типа блин чуваки иску роскомнадзора осознавая демографию моим четырем детям там чё там это такие ваше достаточно я не знаю может и не шуточные комментарии и шуточные но в общем странно это все это все странная блокировка напишите в комментариях из-за чего конкретно я вот честно я не говорил но я я понимаю что там у них сто причин и непонятно какая главная как обычно поэтому напишите в комментариях как вы вообще относитесь куда вы теперь заходите на его design.ru поди предлагают да у нас доступная и без вопринав и так далее юг дизайн.ru да вот такие социальные и светские новости теперь немножко научпопа буквально очень немножко stas.ru информационное агентство в россии так слитно сказал стас . у них кстати есть версия для слабовидящих но они еще в хэдере да они знаешь какой у нее линк special.tas.ru я сейчас зайду туда ой спешил реально не надо выходить у меня просто что-то как-то меня интернет позорит частицы натуре спешил нить частицы и как какие вы как вы думаете в научпопе какие мы частицы можем возможно вы думаете что это какие-нибудь частицы нейронов или частицы протонов а на самом деле частица мощей святого серафима саровского будет передано на мкс погнали хочется сказать да это прям и и не чокаясь не чокаясь после окончания полета который продлится 155 суток я не знаю это специально чуть-чуть 666 суток просто извините меня конечно за мощи но тем не менее 155 суток частицам мощей будет передано для постоянного пребывания в храм в честь преображения господня в звездном городке и знаешь я вот читая эту всю статью они уже не первый раз такое делают они берут мощи какого-нибудь святого и прут в космос и казалось бы две несовместимые ты знаешь еще не первый раз я вот первый раз он прописано в статье что уже что-то летало также а для тех кто из-за мощи это в основном в основном кости да как бы как бы это извините богохуль не не звучало ни киев не делал обидеть но это да частицы тела то есть мощи это не то что знаешь что-то просто освещенное нет действительно какие-то части тела которые летят в космос и казалось бы две несовмещенные вещи наука и религия вместе идут и вместе как-то постараются сделать ради этого что-то запускают ради этого какой-то информационный повод ну я не знаю это уже как бы головного мозга что-то или или нет нет я тебе так скажу вот с недалее чем сегодня на парах а я же теперь опять снова студент магистрант так вот нам рассказывал наш преподаватель по этом педагогической профилизации о том что вот есть где чуваки некие бунга ведь пацаны человеке в кожаных куртках на гелендваген так и они очень охотно жертвуют на храм ну реально синим миллионами прям заносит и так далее но вот где почему-то на систему образования не не жертву потому что с помощью храмов можно грехи отмолить с помощью системы образования нет это мне тоже пришло на ум но вот он еще предпочитает думать что у них же как бы подход такой в принципе любого бизнеса неважно криминальный этот бизнес или нет подход такой все снести и новое сделать а снести всю систему образования сделать новое это как бы очень сложно рискуешь пока сносишь целый пару поколений просрать и не учи оставить поэтому они туда не очень заходит какие-то собственно к чему к тому что вот даже недалеко от нас здесь помнишь вон там пустырь напротив лайнер но вот там храм еще один строит и это несмотря на то что вон еще один из из окна видно не а какая проблема снести школу построить новую новых преподавателей на нет имеется конечно в виду не частные проявления инвестиций в школы это саму систему но по сути это тот же храм такой учебный такой будет но только ты же конечно нас все школы это бюджетная организация тебе на 10 справок собрать прежде чем ты снесешь школу ну да это тебе их не дадут частную школу великан как у нас любят но тогда она не пройдет аккредитацию и тогда это будет только вечерние ну это уже не не рынок вообще это говнище поэтому поэтому мощи полетели в космос да и видимо в это тоже вкидываются то есть отправить мощи это не отправить библиотеку кому она там нахрен нужно я согласен а мощи это это действительно это это при том что и я уважаемые слушатели и зрители даже и простился я не я недалек бесконечно на самом деле мы с тобой здесь одни из последних вот наверно у нас как в комьюнити любят трендово обстирать религию или там вещи они дикие там аметисты атеисты мы с тобой на самом деле одни из последних кто будет вот это говорить да но во первых просто вашими не дебил давай тогда а нормальные ребята но еще и просто потому что мы в этом отношении как бы слова него протяну мы толерантны к религии причем к разным конфессиям и вообще больше наверное толерантны даже чем геем ой ну нет геем и не толерантны это дерьмо совсем но вообще вот такая новость ставь дислайк если ты гей потому что дислайки тоже увеличивают сайты в ранжировании а мы будем теперь немножечко тем слушать темы слушатели ковырнем прям реально лопаткой я и не потому что там у вас комментарии какие-то плохие а потому что потому что их не очень много крутых которые мы выбрали вот например на насколько это да вот например кип крок пишет кип крок кипрок за так ли важно быть полиглотом программистом или это просто максимализм и выучить все невозможно и здесь собственно он приводит подкаст скотта хансельмана я слушать не стал я думал там текстуха сначала когда писал что это хорошая тема и обещал поговорить я думал там текстуха да и основная мысль в том что вообще нужно много учить языков программирования или в общей чтобы иметь как бы общую картину и надо один только и запить на все и сконцентрироваться на одно но никто ты скажи первый и ты попробуй метафорические сказать не только произойдите программирование про что то одно и легко это легко но с одной стороны их меня поэтому и выбрала этот комментарий это легко с другой стороны с одной стороны легко вот потому что все знают что если ты хочешь стать специалистом, то надо быть все-таки специалистом в одном только деле. Невозможно там познать кучу всего, да? Но, конечно же, опять же, здесь надо не бросаться в крайности, в экстремумы. Ух ты. И, короче, надо понимать, что если ты углубился в одно дело, вокруг этого дела есть другие дела, как минимум, какие-то конкурентные дела к этому делу, или какие-то, может быть, наоборот, из этой же сферы дела. И углубляясь в одно дело, ты должен все равно понимать, что вокруг это дело крутится в других делах, вот так скажем. То есть все равно к вселенной к чему-то это приложено, да? Поэтому это тоже нужно знать, но в порядке ознакомления, конечно же. Но для расширения кругозора, я думаю, тут как бы красивее и не скажешь. Да. Просто даже как минимум, чтобы метапрограммированием заниматься, чтобы мочь в дискуссиях каких-то участвовать, чтобы социализироваться, не побоюсь этого слова, потому что мы можем сколько угодно говорить реально о пользе фундаментальных вещей, там, коды и так далее. Но, но, к сожалению, твое место в комьюнити, оно важно не только для повышения твоего самооценки, но и для продвижения твоих каких-то продуктов, опенсорсных, там, подкастов и так далее. Вот нам хочешь, не хочешь, а приходится немножечко рыльца свою окунать в пушок, то есть в JavaScript и в ноду, чтобы хоть как-то понимать, чтобы социализироваться, чтобы к нам было доверие у большей аудитории, и нас больше подписывали, ставили лайки, кстати, подписывайтесь и ставьте лайки. Поэтому... Ну и опять же, если ты знаешь много разных подходов, то ты сможешь свой подход, который ты в работе именно используешь, ты его больше будешь ценить. То есть, как бы говоря, ты, чем больше у тебя кругозор, тем более лучшим специалистом в своей области ты станешь, потому что ты А. Знаешь, как не надо, на примере других языков. Б. Знаешь, как бывает у других, есть с чем сравнить. Ну, это как попробовать кухню. Я же тут где-то отвечал, может быть, неделю назад в комментариях, где-то еще. Спрашивали, а как вот выбрать, чем ты хочешь заниматься? Бэк-эндом или дизайном, или чем-то еще? Ну, тут же как с кухней. Чтобы понять, какая кухня у тебя любимая, ты должен все попробовать. Ты должен и пельмешки попробовать, и лазанью, лазанья, и канадский стейк. Все варианты нужно знать. Ух ты. Может быть, даже штрудель с мороженым. С конфитюром. Французский, да. От пира, хлебокомбинат. И их тоже, да, чтобы понять, а что твое, нужно все попробовать. Так же и здесь. Желательно говно только не пробовать, а то только оно твое. Можно и его. Зачем скрываться от себя? Зачем вот это вот жить в несчастье? Ну, жри говно, да и все. Ну, как бы, почему бы и нет? Или делать сайты, как Диман Калдузов. Тоже, в принципе, нормальная тема. Ладно, переходим дальше. Да, и практически последний комментарий. Имеется в виду последняя тема, которая является комментарием от Игоря Яла. Игорь Ял. Пишет нам, что на GitHub опубликован код системы, которая позволит пользоваться интернетом без доменов и серверов. И надпись, в смысле, надпись, ссылка с Тепрогера. Типичного программиста. Переходим. Переходим. Там статья. Действительно, что вот такая хренатень. Вот такая вот загогулина. Что действительно, оказывается, есть такой интересный проект Web2Web, который опубликован на GitHub. И он представляет из себя веб-страницу, которая загружает свое содержимое с помощью технологий торрентов и блокчейнов. И может это работать без центральных серверов и доменов. И здесь, собственно, зачем это нужно, почему так раньше не делали. И, в общем, здесь вот по вопросам, практически как интервью идет, сам с собой автор разговаривает. И он говорит, что почему это круто? Зачем это нужно? То есть, это по многим причинам круто. Во-первых, потому что это создание одноранговой сети. И такая идея уже существует давно. Почему? Почему это круто в плане одноранговой сети? Защита от взлома, во-первых. То есть, одноранговая сеть, это что? Это то, это то, что децентрализовано. Да, нет основного узла, который можно вывести из строя и все. Да, поэтому защита от взлома, это, соответственно, можно взломать один веб-сайт, но много веб-сайтов ты хрен взломаешь и доступ к серверу ты не обрубишь уже. Защита от атак. Ну, это понятно. То, что додосят всегда сайты, обычно. Досить много сайтов. Очень тяжело или практически невозможно. Отсутствие цензуры, понятно, одноранговую сеть, очень сложно вообще как-либо цензуировать. Можно только вообще весь трафик порезать. Да, можно снифить трафик и китайский фаервол, понимать, от какого узла к какому идут, и если идет к этому узлу, то его блокировать. Но у нас такого оборудования, насколько я понимаю, пока в стране нет. И будет скоро. И нет, даже если и будет, его как-то до реализации, мне кажется, не все генивки дойдут. Ну да. Да, нет проблем с ресурсами, но понятно, что данные хранятся бесплатно в неограниченном объекте. Почему раньше не делали? Оказывается, делали, были другие проекты. Этот проект действительно отличается, потому что работает только в браузере. Прямо, точнее, прямо в браузере работает. Подробнее, как это работает. Система очень простая. Открываете HTML-страницу любым браузером. На этой странице вы увидите сообщение с просьбой подождать несколько минут, ну вы понимаете. В это время JS-скрипт запросит по определенному биткоин-адресу последнюю исходящую транзакцию через Opereturn. Легко просто все. Этот скрипт будет содержать информацию для скачивания новой страницы через торрент. Но это действительно такая, как в стиле этого, в стиле, короче, ну вы поняли, действительно там, где биткоинами. Да нет, ну меня реально напоминает торренты. Пир-то-пир сеть. Да-да. Здесь веб-то-веб, то есть также идет обмен что будем скачивать, а потом сначала, а потом скачивается и все. Ну и в какой стадии находится проект? Пока существует только proof of concept. То есть такая очень старая концепт еще версия. Можете убедиться, что решение действительно работает, перейдя на демонстрационную страницу. Давай попробуем. Кто-то пишет, что у них зависло все нахрен. Давай жмя. Ну там несколько сме... Loading may take a minute от ту. Сейчас ждем. Сейчас биткоины попробуют. Сейчас майнить начнем. У меня продолжилось скрипт в браузере скрючен. Ладно, шучу. В том, что это все не обман, нам все же удалось убедиться, открыв страницу через браузер хроме. Ну, я подожду минут от ту. Мы надеемся, что автор в скором времени вернется в полностью рабочее состояние. Ну вот такая вот статья последняя. пока ты ждешь, можно прийти к обойке. Да, я сверну на обойку, а потом разверну под конец, посмотрим, эксперимент удался или нет. Да. Ну слушай, сегодня у нас такая прям обойка, суровая. Суровая Челябинская, я бы даже сказал. Я не знаю, умный слушатель, внимательный, точнее слушатель, зритель, помнит ли, что мы из Челябинска, но еще более только внимательные знают, что в Челябинске много заводов. И поэтому, да, нам тематика близка как никогда. Никита, вопрос, который будет будоражить миллионы, где же здесь наш подкаст? Не, я хочу просто сначала сказать, что вот этот мужик, он скорее всего не мета-сварщик, он действительно сварщик. Он реальный сварщик, стопудово, да. Я думаю, наш подкаст, это вот вся вот эта посудина, которую он варит, а варим, это, собственно, мы. И мы завариваем дыры в подкасте, чтобы она плавала хорошо по морю. Блин, а какое водоизмещение у этой посудины полторы тонны? Какая-то хрена. Броненосец это или эсминец? Ладно, да, неважно. В общем, я тоже считаю, мне причем, вообще, когда говорят о... Я тоже считаю, я совсем согласен по-математике. Да, во-первых, это, во-вторых, он как будто бы кусок посудины оторвал и в него смотрит. То есть, подозрительно из того же цвета материала она сделает, из того же металла. Вообще, когда именно вот такое я вижу монументальное суда, я вот не какой-то маленький сухогруз, представляю, я атомный крейсер, представляю. Ты думаешь, что это все-таки судно? Думаешь, это не гараж он варит у себя? Ааа, ну черт, ну не знаю, ты как-то мне так сказал, я сразу поверил, а до этого я даже не задумывался. Я боюсь, что если в судне варить вот таким швом, а сейчас все не мета-сварщики поймут, мне кажется, оно сразу прохудится где-то, мы до свидания будем. Ну, ну, может быть, я про не знаю, а как суда тогда делаются, если не сваркой? Там сварка трения. На сварке трения можно только у трупа делать, там, я не знаю, арматур. Ну да, напишите в комментариях, как варят такие суда, броненосцы и так далее. Кстати, вот в отпуске в Калининграде я видел настоящую подводную лодку. Там в Балтийск входила такая черная жуткая досвидос, и там всплыла, она когда всплыла, из нее вышли чуваки и честь отдавали. Тебе? Лично мне, естественно. Ты отмирал, что я там? Я отмирал, как старые клетки кожи. Потому что, когда тебе честь отдают с подводной лодки черной, ты отмирать начинаешь вообще. Да. Ну да, было прикольно, давай развернем. Обратно хрень? Нет, лодинг все еще. Лодинг, ну и хрен с ними. Подвел нас проект Web2Web и Петр Соковых, транслятор двоичного кода в русский язык. Петр to Петр? Петр to Петр, да. Ну а мы напомним, кстати, что наш подкаст есть в iTunes. Да. И там нам, я прям рекомендую и прошу всех, кто существует, напишите нам отзыв, поставьте нам рейтинг, звездочки, лучше 5. Но вообще, вы понимаете, любой рейтинг, он нам повысит ранжирование. Поэтому вы делайте честно. Хотите, ставьте единицы, но лучше 5. Будьте, будьте честны с самими собой в первую очередь, да. И пишите отзывы, пишите, как наш подкаст изменил вашу жизнь. Да, я вам просто еще хочу сказать, что вот, например, мы сейчас пишем на стойке, на такой, чтобы у нас ничего не дергалось, нет. Я эту стойку взял практически у бати из рук вырвал, из дома. И прям, он мне не отдавал прям ее, а я прям вырывал, бежал с ней. И я вам просто хочу сказать, что все-таки в нашу кухню, в рекорд кухню нашу, все-таки нужно оборудование. Я вас призываю на eubesign.ru slash donate. Я для зрителей открыл, слушатели, попробуйте на слух воспринять. Да, зайти и все-таки как-то поддержать, если вы можете. Если не можете, ну, спасибо просто, что смотрите, но если, если есть желание, то заходите eubesign.ru slash donate. Если не можете, хотя бы киньте клич у себя в соцсетях, что есть крутые пацаны. Да. И что они не просто, даже если никто из ваших друзей не перейдет по ссылке, сам факт, что вы оставили ссылку, он как-то поможет нам возвыситься над повседневностью. Поэтому не жмитесь, а жмите на кнопку Яндекс.Деньги на странице eubesign.ru slash donate. сконвертировал. Да, ну и, как обычно, скажу, что подписывайтесь на с сетях ВКонтакте, ВТвиттере, ВФейсбуке, ВГугл Плюсе, ВИнстаграме. Я, кстати, в Инстаграм бомбанул фоточку нашего микрофона с Марлей, да, как раз вот во время записи. Да, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся уже через неделю. С вами были Никита Тарасов и Александр Кончуров. Удачного всем дня, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok